9 лет назад войска НАТО начали операцию в Афганистане. Боевые действия продолжаются. Погибли десятки тысяч мирных жителей. А ощутимого результата все еще нет. Это признал даже президент Хамид Карзай. Власти Афганистана пытаются вести мирные переговоры с талибами. Тоже пока без видимых успехов. К чему же пришли за 9 лет? Итоги подводит Михаил Солодовников. Девятая годовщина войны в Афганистане в Вашингтоне незаметна. Не акцентируя внимание на дате, без речей салютов обсуждают слухи из Средней Азии. Якобы афганское правительство ведет переговоры с руководством Талибана. Это не первая попытка с 2001-го, но она тем заметнее, что приходится на самый кровопролитный этап войны. За первые 6 месяцев этого года 1200 афганцев убиты, то есть жертвы среди мирного населения, возрастают на 31% по сравнению с 2009-м. Эти цифры из доклада ООН, в котором подчеркивается 76% погибает от рук террористов в движении от Талибана. Мне очень трудно представить себе, чтобы Талибан, не потерпев поражения на поле боя, и зная, что Соединенные Штаты начнут выход меньше, чем через год, чтобы Талибан вот пошел на такую, ну я бы не сказал капитуляцию, но близко к этому. Масштабные утечки секретных документов в интернете, слишком шумная смена командующего, бесславный уход разговорчивого Макристова, его место занимает Дэвид Петреус. Скандал вокруг книги бывшего разведчика Энтони Шеффера, он пишет мемуары о войне, но тираж изымает и сжигает Пентагон. Все это сопровождает обсуждение афганской стратегии. Она, казалось бы, ясна. Президент обещает вывести войска в 2011-м, но министр обороны в этом будто сомневается. А командующий в регионе, генерал Дэвид Петреус, говорит, в случае необходимости можно не спешить. Режим Карзая не падет. Что немедленной катастрофы, скорее всего, не будет. Кроме того, надо учитывать, что сейчас Соединенные Штаты, НАТО, проводят в Афганистане крупные и, в общем, я бы сказал, достаточно успешные наступления. Генерал Петреус очень удачное назначение, потому что он не только серьезный генерал, но он еще политик. Он знает, что нужно делать на поле боя, но он знает, как это отстаивать в Вашингтоне тоже. Динамика военной кампании бросается в глаза на карте. Талибы взрывают десятки бензовозов, колонны снабжения континента НАТО. Чуть ранее американский беспилотник бомбит цели неподалеку, но это происходит в соседнем Пакистане. Гибнут пакистанские пограничники, и власти требуют официальных извинений, останавливая транзит топлива через территорию своей страны. Девятая годовщина войны проходит под аккомпанемент громкой ссоры с верным, казалось, союзником Пакистаном. В закулисных переговорах с талибами, когда до объявленного вывода войск из Средней Азии, остается не более 10 месяцев. Согласно плану, войска начнут покидать Афганистан в июле 2011-го. Но удастся ли генералу Дэвиду Петреусу менее чем за год добиться осязаемых успехов в непокорных южных провинциях или остановить производство наркотиков, что вырастает в десятки раз с момента начала войны? Слова «поражение» или «победа» неприменимы к этому асимметричному конфликту. Отмахивается от уточняющих вопросов Петреусу, стараясь предельно лаконично подвести итог этой 9-летней военной кампании. Мы не старались сделать из Афганистана Швейцарию. Продолжение следует...